2 августа 83 день рождения отметило элитное подразделение вооруженных сил России воздушно-десантные войска. По традиции в военном городке 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии состоялись торжественные мероприятия, посвященные этому празднику. От жителей города Иваново благодарю за службу и поздравляю с праздником представителей десантного братства разных поколений. Всем ветеранам и действующим военнослужащим десантникам желаю отменного здоровья, оптимизма, благополучия всеми и новых успехов на благо нашего Отечества. По традиции в праздничный день состоялось честование лучших сотрудников служебно-боевой подготовки. Бойцам, достигшим высоких результатов, вручили подарки. Своё поздравление крылатой гвардии преподнесли и бойцы Ивановского ОМОНа. Но и сами десантники подготовили подарок для многочисленных гостей военной части – показательные выступления. Сначала свои умения в рукопашном бою показали бойцы, проходящие в дивизии срочную службу. Эти ребята, пусть не так давно в рядах вооруженных сил, но уже могут за себя постоять. А это уже профессионалы своего дела – разведрота воздушно-десантных войск. Они устроили настоящее представление для изумленной публики. Драматизм и постановки позавидовал бы сам Станиславский. Только это не боевик, а повседневность голубых беретов. Бойцы доказали, что любой предмет в руках десантника становится грозным оружием. Но и безоружный голубой берет – это сила, одолеть которую может не каждый. Крепко досталось от голубых беретов и разнообразным стройматериалом. Шифер, кирпичи и доски буквально рассыпались в руках гвардейцев. Сила рук и никакого мошенничества. Десантники продемонстрировали публике, что крепки не только духом, но и телом. Опровергая множество шуток, связанных с днем ВДВ, голубые береты продемонстрировали свое отношение к алкогольным напиткам. Завершились показательные выступления с эпичностью достойной кинематографа. СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Ну и конечно же ВДВ славится не только профессиональными бойцами, но и знаменитой десантной дружбой и преемственностью поколений. 81-83, самый разгар афганских событий. Помню как мы, будучи в карантине, мечтали попасть в Афганистан, но батька у нас был, командир полка Иванов, строго-настрого нам сказал, нет ребята, вы нужны здесь. И вот мы уже долгие-долгие годы служим. И дружим. Да, имеем, как говорится, сотни прыжков и дружба никогда не загасится у нас. Бывших десантников не бывает. Тот, кто однажды надел голубой берет, навсегда останется верен своей стране и готов встать на ее защиту. С неба на землю и в бой. Вот девиз десантников. И каждый из них остается верным ему до конца. Наталья Романова, Андрей Семевуков, РТВ Иваново.